...отправиться в прошлое, так и не посмотрев на то, что делается в будущем. ...сенс не столица, и имя чудное такое, зовется белой холуницей. Нет небоскрёбов знаменитых, и даже нет у нас метро. И стадионов нет укрытых, и нету цирка шапитов. Да разве город наш сравнится с какими-либо городами? Ведь каша белой холуницы нет на земле, судите сами. В зелени садов и парков весной дружно утопает, и в шубе снежно-серебристой зимой сурово щегаляется. У нас здесь воздух чистый-чистый, мы воду пьем из родника, и распевают песни птицы, вставая солнышком с утра. Здесь жизнь идёт неторопливо, куда спешить, всё под рукой. Вот дом, вот школа, вот работа, нет суеты такой большой. День рождения как символ, шары запустим, не боитесь. Они о празднике расскажут всем людям на большой планете. Дорогие друзья, 2011 год в России проходил как год ребёнка. Семья — это оплод каждого человека. Это своя продолжение рода, рождение ребёнка. Первый крик новорождённого — это трепет и долгожданное счастье. Это слёды радости и любви. Слушайтесь, вы слышите? Вот так 8 июня в городе Белая Холуница, ровно в 13 часов, родился мальчик. Давайте пожелаем этому ребёнку светлого и счастливого будущего. И сейчас мы провожаем машину к будущему гражданину Российской Федерации. Ещё одному жителю города Белая Холуница. И наша машина отправляется в роддом. Новорожденного мамой и папой стали Алексей Геннадьевич и Екатерина Викторовна Повышева. Это первый ребёнок в их семье. И Татьяна Владимировна Корниенко отправляется с подарками в родильный дом. Первые лучики летнего солнца согревают всех жителей нашего любимого города. И особенно им радуются маленькие цветочки нашей жизни. Артисты, которые сейчас выйдут на эту сцену, ещё маленькие. Но это не мешает им завоёвывать любовь наших середей. Встречайте, выпускники детского сада «Ромашка» с танцем «Матрёшки». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Русские матрешечки Все вокруг довольны По куркам не цены Покупатели, как дети Матрешек влюблены А матрешки и по кругу И шеренками стоят Похожи друг на друга Все они родня Люба, Надя, Круша Марина, Вера, Ксюша Уняша, Катя, Зина Наташа, Таня, Нина Заменитые прикорные крошечки Русские матрешечки Ездит по России Плывет за океан Наша русская матрешка Веселый сарафан И теперь диктует моды Симпатичный сувенир Матрешек, карабоны Покорили целый мир Люба, Надя, Круша Марина, Вера, Ксюша Уняша, Катя, Зина Наташа, Таня, Нина Всем нападают на России Эти крошечки Русские матрешечки Люба, Надя, Круша Марина, Вера, Ксюша Уняша, Катя, Зина Наташа, Таня, Нина Всем нападают на России Эти крошечки Русские матрешечки 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 Города Который сегодня Получит билет во взрослый мир А точнее паспорт Гражданина Российской Федерации На сцену приглашается Виктория Куликова Александр Шумилко Валерия Овчинникова Игорь Соколенко Анастасия Дубовцева Для вручения паспортов На сцену приглашается Начальник территориального пункта Управления Федеральной Миграционной службы России По Кировской области В Белохолуницком районе Ирина Леонидовна Ситникова Уважаемые жители нашего города Дорогие дети Поздравляем вам с Днем города Сегодня вы стали старше Вам вручается основной документ Удостоверяющий личность гражданина На территории Российской Федерации У вас стало больше прав Больше обязанностей Вы сейчас полноправные граждане Российской Федерации Паспорт гражданина Российской Федерации Вручается Шутову Андрею Николаевичу Паспорт гражданина Российской Федерации Вручается Соколенку Игорю Андреевичу Давайте будем аплодировать Нашим, можно сказать, детям Уже взрослым детям С паспортом на руках Паспорт гражданина Российской Федерации Вручается Дубовцовой Анастасии Дмитриевне Паспорт гражданина Российской Федерации Вручается Куликовой Виктории Александровне Паспорт гражданина Российской Федерации Вручается Шумилко Александру Игоревичу Ну что, дорогие ребята, мы поздравляем вас С вашим документом С самым главным документом в жизни Давайте еще раз им поаплодируем Всем вам спасибо В вихре жизни неизвестно, где окажется Каждый из этих молодых людей И что преподнесет им Упаду и укроюсь листвой белой Ух, родимой земли, полной кровью Хмелея вздохнул Пробежит ветерок и кольнет сердце словно заносою Я вернулся домой Я вернулся домой, в твое детство, в свою тишину Я вернулся в твое сердце, твое милая, добрая родина Я совсем не герой Просто сын своей русской земли Надышаться тобой, наглядеться, напиться бы топьяно Посидеть, помолчать и подслушать, как плачут дожди Малыш, ну, в небеса И навеются мысли не прошлого Вдруг глаза заблестят И чуть слышно заплачет душа Было много всего И плохого, но больше хорошего Проходил, не ценил А терять так терял навсегда Покорает ночи мой костер Моего одиночества Начинается день И кукушка считает кота И обе снова вернулся сюда Упаду и укроюсь листвой белой рощи, дым летом Дух родимой земли, полной грудью, хмелея вздохнул Пробежит ветерок и кольнет сердце словно занозою Я вернулся домой в свое детство В свою тишину И звезды так сложились, что следующее поздравление Посвящается ярким судьбам С стремительным совершением С безграничным уважением к людям Отдавшим белой холунице свою жизнь и преданность И сегодня в день рождения города Слова особой признательности Заводской трудовой династии Агафоновых Мы приглашаем всю большую семью Агафоновых Под аплодисменты всех жителей Подняться на нашу праздничную сцену Глава семьи Сергей Леонидович Агафонов Более 30 лет отработал на машиностроительном заводе С лесарем по сборке металлоконструкций Неоднократно награждался администрацией предприятия Присвоя название лучшей по профессии Супруга Сергея Леонидовича Валентина Витальевна Отработала вредный стаж на заводе 13 лет 6 лет маляром и 7 лет гальваником Оба супруга в этом году отметят свои 55-летние юбилеи Давайте им поаплодируем В настоящее время супруги на пенсии С удовольствием занимаются воспитанием внуков Посмотрите сколько внуков пришло сегодня к нам на праздник Родители Сергея Леонидовича тоже всю жизнь работали на заводе Передавая все знания и опыт сыну И родная сестра кормщикова Светлана Леонидовна Тоже работает на машиностроительном заводе маляром Семья Агафоновых имеет двоих сыновей и четырех внуков Старший сын Александр Сергеевич Агафонов Электрогазосварщик Трижды присвоя название лучшей по профессии В 2009 году занесен на доску почета Я не слышу аплодисментов Его супруга Марина Юрьевна Также отдает свой вклад на Белохолуницком машиностроительном заводе Алексей Сергеевич Агафонов Работает электрогазосварщиком В 2008 году объявлена благодарность За третье место в 8-й Спартакеаде молодежи Присвоен звание лучшей молодой рабочей В 2011 году Супруга Алексея Сергеевича Марина Петровна Работает гальваником И всегда пользуется уважением коллег Давайте еще раз поаплодируем Трудовой династии Агафоновых Право вручить подарки Предоставляется главе городу Станиславу Александровичу Кашину Спасибо вам большое за ваш труд Трудитесь дальше на благо нашему городу Еще раз аплодисменты И этим людям всем прекрасным, милым Кто душу города свою все отдает Кто этот город созидает Есть такие места в необъятной России Что на картах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо.